Решите неравенство. Числитель, единица, знаменатель, логарифт по основанию 2 от x в четвертой минус 8x квадрат плюс 16 минус логарифт по основанию 2 в квадрате от 4 минус x квадрат. Сколько закрывается? Меньше либо равно единица. Для начала перепишем. Числитель, единица, знаменатель, логарифт по основанию 2 от x в четвертой минус 8x квадрат плюс 16 минус логарифт по основанию 2 от 4 минус x квадрат плюс 16 минус логарифт по основанию 2 в квадрате от 4 минус x квадрат. Меньше либо равно единица. Далее. Единица деленная на логарифт по основанию 2. А так как это квадрат разницы, можно написать 4 минус х в квадрате. Минус логарифт по основанию 2 в квадрате от 4 минус х в квадрат. Меньше либо равно единица. Напишем у дозе. Так как у нас встречается логарифт, следовательно, под логарифмическое выражение должно быть положительным. То есть 4 минус х в квадрате должно быть больше нуля строго. Преобразуем. Получается х в квадрате минус 4 меньше нуля. Разложим на разницу квадрат. Получается х минус 2 на х плюс 2 меньше нуля. Решим это неравенство методом линейных интервалов. Для этого нарисуем числовую прямую х. Отметим наши точки. Минус 2 и 2. Обе точки у нас выколоты. Так как неравенство строгое. Расставим знаки. Нас интересует меньше нуля. Следовательно, от минус 2 до 2. Запишем решение. Х принадлежит промежутку. От минус 2 до 2. Не включая. Вернемся к решению нашего неравенства. Получается единица. Знаменатель. Вынесем степень из-под логарифма. Получается 2 умножить на логарифт по основанию 2 от 4 минус х в квадрат. Минус логарифт по основанию 2 в квадрате от 4 минус х в квадрат. Меньше либо равно единица. Сделаем замену переменной. Пусть т равняется логарифт по основанию 2 от 4 минус х в квадрат. Тогда у нас получается. Единица деленная на 2t минус т квадрат. Меньше либо равно единица. Перенесемся в одну сторону. Вправо. Получается. Единица минус единица деленная на 2t плюс т квадрат. Минус т квадрат. Больше либо равно нулю. Приведем к общему знаменателю. Преобразуем. Получается единица плюс единица деленная на т квадрат минус 2t. Больше либо равно нулю. Приведем к общему знаменателю. Для этого единицу домножим на т квадрат минус 2t. Получается t квадрат минус 2t плюс 1. Знаменатель t квадрат минус 2t больше либо равно нулю. Далее у нас получается в числителе это квадрат разницы t минус 1. Все это в квадрате. Знаменатель вынесем общий множитель t на t минус 2 больше либо равно нулю. Решим наше неравенство методом линейных интервалов. Для этого нарисуем числовую прямую t и отметим нули. 0, 1 и 2. 0 и 2 это у нас знаменатель, следовательно точки выколоты. 1 это числитель, а так как неравенство не строго, следовательно мы ее закрашиваем. Расставим знаки. Нас интересует знак больше нуля. Следовательно от минус бесконечности до нуля 1 и от 2 до плюс бесконечности. Запишем наше решение. t равняется 1, t меньше нуля и t больше 2. Сделаем обратную замену. Получается логарифт по основанию 2 от 4 минус x в квадрате равняется 1. Логарифт по основанию 2 от 4 минус x в квадрате меньше нуля. И логарифт по основанию 2 от 4 минус x в квадрате больше 2. Далее. Логарифт по основанию 2 от 4 минус x в квадрате равняется логарифт по основанию 2 от 2. Таким образом мы представили единицу в виде логарифма. Логарифм по основанию 2 от 4 минус х в квадрате меньше нуля. А 0 можно представить как логарифм по основанию 2 от 1. И логарифм по основанию 2 от 4 минус х в квадрат больше, чем логарифм по основанию 2 от 2 в квадрате. Тогда из первого равенства у нас получается 4 минус х в квадрате равняется 2. Из второго 4 минус х в квадрате меньше единицы. Из третьего 4 минус х в квадрате больше чем 4. Преобразуем. Тогда у нас получается х в квадрате равняется 2. Из второго х в квадрате минус 3 больше 0. Из третьего х в квадрате больше 0. Тогда решением первого будет х равняться плюс-минус корень из 2. Второе неравенство мы напишем как x минус корень из 3 на x плюс корень из 3 больше 0. Решением третьего у нас получается, что x не равняется 0. Решим второе неравенство. Нарисуем числовую прямую. Отметим наши точки. Обе точки у нас будут выклады, так как неравенство строгое. Расставим знаки. Нас интересует больше 0. Следовательно, от минус бесконечности до минус корня из 3 и от корня из 3 до плюс бесконечности. Отметим решение первое. Это плюс-минус корень из 2. Обе точки у нас будут закрашены. И решение третьего. Это неравенство 0. Также не забудем про область определения. Обозначим область определения на нашей числовой прямой. Это минус 2 и 2. Обе точки у нас выплаты. Решение нашего неравенства это пересечение. Также не забываем про плюс-минус корень из 2, так как они попадают в ОДЗ. Выпишем наше решение. x принадлежит промежутку от минус 2 до минус корня из 3, не включая. Объединение. Минус корень из 2, корень из 2 и от корня из 3 до 2, не включая. Запишем ответ. x принадлежит промежутку от минус 2 до минус корня из 3, не включая. И минус корень из 2, корень из 2, и от корня из 3 до 2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.